Стена вот у нас лопнула, и чем дальше, тем больше все ее разрывает. Сначала Татьяна даже не могла понять, откуда исходит треск, пока на одной из стен своей новенькой квартиры не заметила щель. Специалисты подсказали, дело во влаге, которое копится в подвале. Фундамент из-за этого начинает, что называется, двигаться. Тут-то счастью Ярухиных от долгожданного переезда пришел конец. Женщина признается, раньше они с такими проблемами не сталкивались. В их ветком жилье, по крайней мере, была вентиляция, а здесь чуть что начинается. Всемирный потоп. Чувствуете влажность в квартире, вот большая влажность, во-первых. Конденсат окна текут, унитаз течет. Вот если начинаешь стирать, особенно обильно, у нас вообще потоком все. Подтираем, плесень убираем на окошках. Приходится все это делать. На железнодорожной 116Б наша съемочная группа уже была. Год назад, когда в квартире случилось очередное наводнение. Углы подоконника и, естественно, вот здесь гипсокартон, он весь уже намок. И вот видите обои, что делается. Все промокло. Вот они лужи. Тогда городские власти пообещали, вентиляционную шахту обязательно заменят. Но проблема так и не была устранена. Не дождавшись помощи, Александр Ярухин сам поставил оборудование. Во время ремонта Волокжанин обнаруживал все новые и новые недоделки. Вот здесь все валится, обваливается уже. И в ванной такая же ситуация. То есть, когда пластик снимали в туалете, там то же самое. Дыры. Когда вскрыли, потолка практически нет. Там стоят только направляющие металлические. И между ними вставлен пенопласт. Все. Больше там ничего нет. То есть, пенопласт между собой, он со щелями. Местами даже не запенено ничего. Именно из-за ветхой крыши вдоль всей квартиры по потолку пошли желтые потеки. Сейчас они еле заметны, но если не предпринять меры, потолок просто обвалится, боятся переселенцы. Однако для представителей управляющей компании, которую сегодня в очередной раз вызвали, обследовать дом эти доводы не слишком весомы, считает Волокжане. Отвечать на наши вопросы специалист и вовсе отказался. Поспешил уехать, даже не переступив порог квартиры. Почему вы не заходите? Камеру уберите. А почему мы должны убрать камеру-то? Хорошо. Жильцы новостройки вызывали не одну комиссию, но специалисты будто не замечают нарушений, рассказывают переселенцы. Дома нет и двух лет, а он уже начал разрушаться. А все потому, считает Татьяна, что за строительством дома никто не следил. Жители рассказывают, когда они сюда въехали, здание было уже год как готово, но только на бумаге. Дом сдали уже в конце 2012 года, но тогда вместо всего этого был лишь фундамент, рассказывают в Волокжане, а строительство начали только спустя несколько месяцев. Ерохины вновь будут звонить в управляющую компанию и писать в различные инстанции. Добьются ли они своего и эффективна ли вообще программа по переселению, жильцы новостройки продолжают гадать. Ольга Амелина, Василий Попурин, Новости Вологды. Субтитры создавал DimaTorzok